Уважаемые коллеги! Но современные подходы хирургического лечения, в общем-то, они известны. Это радикальная мастектомия попыти плюс биопсии сигнальных лимфоузлов при отсутствии метастазов в лимфоузлах плюс реконструкция. Второй подход – это органсохраняющая операция плюс-минус биопсии сигнальных лимфоузлов с последующей лучевой терапией. Третье направление – подкожная мастектомия, сохраним или без сохранения сосково-ареолярного комплекса с дальнейшей реконструкцией. И под вопросом, что некоторыми авторами рассматриваются, это отказ от подмышленной лимфодисекции, либо отказ от хирургического вмешательства в молочной железе. Мы противники этого, но такие работы также встречаются. Какие же факторы повышают риск развития местного рецидива и влияют на объем хирургического лечения рака молочной железы? Ну, это понятные биологические и морфологические особенности рака молочной железы у молодых больных. То есть я здесь разделил по молодых больных и пожилых больных. Это большой размер опухоли, высокая степень злокачества, низкая дифференцировка, лимфоваскулярная инвазия, высокий индекс пролиферативной активности КИ-67, гормонорецептор, негативные опухоли ХИР-2, негативные БСА и ассоциированные. Вот это те особенности морфологического высокого риска местного рецидива. Почему? Потому что при планировании хирургического лечения нам один из важнейших моментов является рецидив образования. Возраст и молекулярный потип рака молочной железы. Влияние на выживаемость, риск местного рецидива, повышенный риск пациентов молодого возраста различен среди потипов рака молочной железы. И взаимодействие между старшим возрастом и молекулярным потитом. Является ли все-таки возраст независимым прогностическим фактором? Или это просто отражение биологии? В данной работе было проанализировано влияние возраста и безрецидивную общую выживаемость в зависимости от потипа рака молочной железы. В течение двух временных периодов, между 1986 и 1992 годом, то есть тогда, когда не применялось одевантное лечение, и 2004 и 2007, чтобы определить, сохраняется ли ранее наблюдаемый неблагоприятный прогноз, связанный с раком молочной железы у молодых женщин в контексте современной одевантной терапии относительно потипов рака молочной железы. То есть дополнение хирургической операции лечения. Анализ безрецидивной и общей выживаемости в зависимости от возраста в группах больных с люминальными потипами опухоли. И вот здесь на данных слайдах видна абсолютная зависимость, что результаты данного исследования показывают, что влияние возраста зависит от молекулярного потипа, и дальнейшие исследования должны быть сосредоточены на люминальных потипах, где сохраняется наибольшее расхождение в показателях выживаемости. Какие же все-таки факторы влияют на местное лечение? Оценка факторов влияющих на риск местного рецидива. Вот данное исследование показывает 1970 год, 1984 год, это пятилетний риск местного рецидива был 7,1%. В 1985-1989 год, когда начало применяться одевантное лечение, понизилось до 64%, в 90-е годы 4,2%, и в дальнейшем при развитии это 1,3%. Вот в возрастной группе у женщин младше 50 лет риск рецидива понизился благодаря одевантному лечению с 9% до 1,5%, и в возрасте старше 50 лет от 2,5% до 1,2%. То есть химиотерапия единственный значимый фактор, снижающий риск местного рецидива после хирургического лечения. То есть для чего показываются эти слайды? Все дело в том, что хоть доклад и называется хирургическое лечение рака молочной железы, но хирургическое лечение не может проводиться как единственный метод лечения. Должно быть обязательно, но об этом все знают, это комплексное лечение. Многоцентровое исследование, включившее данные на 2233 пациентов после органосохраняющего лечения, это исследование 98-2007 год, почему мы взяли, потому что здесь уже можно смотреть 10-летнюю выживаемость. Были исключены пациенты, получающие неоадевантную терапию или таргетную терапию. Основная цель была выявить современные факторы риска локального рецидива после органосохраняющих операций. Почему мы об этом говорим? Потому что до сих пор, казалось бы, все ясно и понятно насчет органосохраняющих операций, но остается часть онкологов и хирургов, которые, в общем-то, противятся уменьшению объема хирургического лечения. И вот данный мультивариальный анализ, ассоциирован с местным рецидивом, показал, что оценка риска развития местного рецидива после хирургического лечения существует при херпозитивных опухолях и трижды негативном раке молочной железы. В то же время и возраст, когда больных, у молодых больных, младше 50 лет, и понятно тогда, когда есть метастатические лимфатические узлы, то есть позитивные лимфоузлы. Долгосрочный результат демонстрирует существенные факторы риска развития местного рецидива после органосохраняющих операций, которую следует учитывать при назначении одевантной терапии, включая неблагоприятный биологический подтип опухоли, более молодой возраст, вовлечение лимфатических узлов. Однако эти же факторы риска местного рецидива следует учитывать и при мастектомии. То есть это те, как раз таки, дискутабельные подтипы, когда мы принимаем решение, делать все-таки мастектомии, либо органосохраняющую операцию. Отдельно мы выделили трижды негативный рак молочной железы. Это 1930 пациентов операбельным, ну имеется в виду первая, третья стадия рака молочной железы, трижды негативной, которые получали лечение 98-11 год в американском мемориальном онкологическом центре в США. Здесь вы видите, что кумулятивная выживаемость, пятилетняя, общий риск местного рецидива в возрасте до 40 лет составил 3,9, тогда как в возрасте старше 40 лет составил 4,5%. Органосохраняющая лечение 6,4% у молодых женщин и старше 40 лет 4,5%. В мастектомии примерно те же самые цифры. По типу хирургического лечения безрецидивная выживаемость. Здесь надо отметить, что радикальное хирургическое лечение не влияет на показатели безрецидивной выживаемости, за исключением трижды негативного, при трижды негативном раке. Только при трижды негативном раке есть зависимость безрецидивного периода, в зависимости от объема операции. Что же у нас на сегодняшний день по рекомендациям Минсизиен для хирургического лечения? Это локорегиональное лечение, то есть хирургической в зависимости от стадии заболевания. Это хирургические стандарты, хирургическо-стадирование лимфатических узлов. Это определение частоты краев раны по принципу no-in tumor, то есть опухоль не окрашивается чернилами при микроскопическом исследовании краев раны. И планирование реконструктивных операций, то есть вот те рекомендации, которыми мы пользуемся на сегодняшний день. Ну, алгоритм выглядит следующим образом. При хирургической стадии инвазивного рака, то есть операбельного, это стадии первая, вторая и третья стадия, значит, выявление клинических позитивных лимфатического узла и выявление клинического негативного узла. Дальше мы смотрим, подтверждено ли это данными УЗИ или биопсия положительная. Ну, это достаточно стандартная вещь, то есть мы должны при планированном лечении обязательно ориентироваться на биопсию лимфатических узлов для того, чтобы в дальнейшем определить объем выполняемой лимфоденоктомии. Статус хирургического края при инфильтративном раке молочной железы. Проведение организационных операций основывается на получении патологически негативных краев резекции. Специалистами определяется негативный край, то есть опухоль не окрашивается чернилами при маркировке краев раны. В консенсусных практических рекомендациях 2016 года. Что это значит? То есть если мы производим орган, сохраняющий операцию, и в краях препарата нет, не прокрашивается, нет прокраски, то есть нет инвазии, то есть этого вполне достаточно для того, чтобы не делать рейрезекцию. Если сравнивать, допустим, с карциномами инси, то там несколько другой подход. Если при карциноме инси, то там мы должны все-таки ориентироваться на 2 мм. Если это меньше 2 мм, при карциноме инси, то следует делать, по нашему мнению, все-таки рейрезекцию данного участка, вплоть до мастектомии в зависимости от полученных результатов. При инвазивной же все карциноме, это как бы парадоксальная получается ситуация, но это так на самом деле. И оценка краев должна быть проведена на всем хирургических образцах при орган, сохраняющих операциях. Далее. Вот обзор методических рекомендаций Всемирной ассоциации онкохирургов. Какие же были поставлены диагностические задачи? Каков абсолютный риск рецидива с положительным краем резекции? Может ли облучение ложи опухолей системной терапии снизить этот риск? При анализе рекомендации следующие, что позитивный край в два раза повышает риск развития рецидива, который не снижается при облучении ложи и системной терапии. К сожалению, в практике мы встречаем случаи, когда резекция, проведенная Р1 резекция, то есть прошли по опухоли, не делается ререзекция, и онкологи уповают на лучевую терапию и на различные схемы химиотерапии. К сожалению, в практике это встречается. На наш взгляд, это недопустимо. Есть опухоль в крае препарата, должна быть проведена резекция вплоть до мастектомии. Снижает ли риск рецидива при крае шире, чем по принципу, когда опухоль не окрашивается при маркировке краев раны? Принцип «ноу-ин-он-тумор» оптимален. Более широкий край существенно не снижает риск рецидива. Достижение более широких негативных краев, чем по принципу, не обоснованное. То есть то, о чем я говорил чуть выше, если есть инвазивная карцинома и не прокрашена, этого достаточно. В отличие, еще раз повторяю, при карциномах инситов. Какой эффект оказывает системная терапия на возникновение рецидива? Рецидива. Системное лечение снижает риск рецидива. Это то, что было доложено чуть выше теми исследований, когда применялся дивант на лечение и не применялся дивант на лечение. Требуется ли более широкое исчезение при неблагоприятных биологических подтипах опухоли, такие как трижды негативный рак моложе, чем по принципу «ноу-ин-он-тумора»? Нет необходимости в более широких краях резекции при неблагоприятных биологических подтипах опухоли. Должна ли ширина краев учитываться при определении режима лучевой терапии? Рекомендация выбора облучения всей молочной дефракционирования и дозы облучения ложе опухоли не зависит от ширины краев резекции. Требуются более широкие края, чем по принципу «ноу-ин-он-тумор» у пациенток моложе 40 лет. Не имеется данных о снижении риска развития рецидива у молодых пациентов при более широком исчезении опухоли. Это и какое значение обширно-нутрипротокового компонента и его влияние на ширину краев раны? Обширный внутрепротоковый компонент ассоциируется с распространённой протоковой карциномой инсиду, которая не может быть удалена при лампоктомии. Нет доказательств относительно повышенного риска рецидива при негативных краях раны. Мы специально сделали такой обзор вопросов, потому что чаще всего они встречаются. Особые указания при органно-сохраняющих операциях, требующие лучевую терапию. Противопоказания к органно-сохраняющей операции, требующие лучевой терапии, включают абсолютную лучевую терапию при беременности. Существует подозрительная область распространения диффузных мерок и кальцинатов молочной железы. Место распространённого заболевания, для удаления которых необходим более чем один разрез для удовлетворительного косметического результата. Ну и диффузно-положительные края раны. При всех других случаях противопоказаний к органно-сохраняющему лечению нет. Далее рассмотрим принципы реконструкции молочной железы после проведения хирургического вмешательства. Операция по реконструкции молочной железы может быть оптимальной для любых женщин, проходящих лечение по поводу рака молочной железы. Все пациенты должны быть проинформированы о возможных вариантах проведения операции по реконструкции в зависимости от их индивидуальной клинической картины. Однако процедура реконструкции не должна препятствовать должному хирургическому лечению рака или влиять на объём хирургического вмешательства при данном заболевании. Это очень важный момент, потому что, к сожалению, на сегодняшний день то, что мы видим, я выражаю своё, возможно, субъективное мнение, Но когда пациенткам делают органосохраняющую операцию, при этом затем идёт реконструкция методом перемещения МТДЛ, ну, наверное, это не всегда оправдано. Это либо превышено показания к органосохраняющей операции, это практически не органосохраняющая операция, там, я не знаю, гемиомастоктомии, где приходится делать такую заплатку. Ну, видите, само развитие органосохраняющих операций изначально было уменьшение объёма удаляемой части молочной железы до какого-то косметического эффекта. При таких операциях, во всяком случае, то, что мы видим в своих клиниках, нет не только никакого эстетического элемента или компонента, но это дополнительные рубцы. И вот сейчас мы рассматриваем эту проблему, набираем пациентов, и мы обратили внимание, что количество отёков верхней конечностей увеличивается, а ведь количество разрезов гораздо больше в подмышечной зоне, об этом тоже надо думать. Второе, на наш взгляд, ну, на мой взгляд, будем так говорить, субъективно, возможно, превышаются показания к подкожным мастоктомиям при минимальных образованиях, когда можно было сделать органосохраняющую операцию и сделать реконструкцию собственными тканями. На сегодняшний день, как мы говорили выше, не существует ведь противопоказаний, по большому счёту, к органосохраняющей операции, если это небольшие опухоли, ну, если эта опухоль не располагается прямо под соском, под сосково-ареолярным комплексом, ну, это другой вопрос. Но, к сожалению, такие случаи бывают, поэтому реконструктивные операции действительно мы должны предлагать практически всем женщинам, но, опять-таки, здесь надо подходить, ну, более детализированно. К сожалению, на сегодняшний день не всегда это видно, учитывая количество конференций, сессий, посвящённых хирургическому лечению рака малышей, где говорится только о реконструкции, больше ни о чём не говорится, но это так, к слову. Реконструкция малышей может быть одновременно с мастектамией или отложенной через некоторое время после проведённого лечения. Кожесохраняющая мастектамия при местном распространении рака малышей должна проводиться, это очень важный момент, опытной командой хирургов, работающих слаженно с применением мультидисциплинарного подхода для обеспечения должного отбора пациента для проведения операции, определения оптимальной последовательности по реконструкции относительно одевантной терапии. Это очень важный момент. То есть не должно превалировать реконструктивно-пластическая хирургия над всем объёмом, комплексным лечением рака малышей, включая, естественно, одевантную терапию. Лучевая терапия после мастектамии должна быть проведена в случаях кожесохраняющих мастектомий в соответствии с критериями, применяемой стандартной мастектомии. Отдельно остановимся ещё на двух опухолях, о которых мы неоднократно уже докладывали, но, к сожалению, это те пациенты, которые отказывают в операции от распадающейся опухоли. В связи с тяжестью состояния больных, поступающих с распадающимися раком малышей, большими размерами первичной опухоли, обилием местных проявлений, а также сложившимися в более ранние годы стереотипами, некоторые специалисты, особенно вне онкологической службы, всё ещё относят рак малышей с распадом к четвёртой стадии заболеваний, и застают этих пациентов как инкурабельные. В нашем исследовании мы показали, что опухоли с распадом одна треть пациентов не имеют отдалённых метастазов, это примерно распадающего рака, неоднократно их показывают, это та же пациентка, и это ровно та же пациентка после операции, где-то через месяц или через шесть недель, я не помню, что уже снят, этого ведь и нет ни отёка конечностей, и такое ощущение, что проведена стандартная массоктомия. Следующая пациентка с огромной опухолью молочной железы, которую нигде не брали, не оперировали, это было опубликовано в зарубежном издании патологии, вот это данное, потому что здесь не было ткани, не поражённой аденокарциномой. В нашем исследовании мы посмотрели 126 пациентов с распадающими рака молочной железы, санитарные ампутации были проведены 13% массоктомии, 5% и массоктомии с резекцией грудовой мышцы, но это не классический холстет, а такой полухолстет 11%, и больше 2-3 пациентов было проведено стандартной массоктомии по ПЭТе. Объёмы вмешательства определялись в первую очередь размерами образования, в большинстве случаев это была проведена массоктомия по ПЭТе. И сравнительный анализ продолжительности жизни, да, здесь мы и дальше, следующее, последнее, о чём хотел сказать, это пациенты с метастатическим раком молочной железы, которым в большинстве случаев, к сожалению, отказывают в хирургическом лечении. Мы провели, я очень кратко скажу, сравнительный анализ продолжительности жизни этих пациентов, это общий анализ, было 608 пациентов, в красном отмечено проведение системного лечения без хирургического лечения, и синий график, это там, где применялся, дополнялся с хирургическим лечением. Трёхлетняя выживаемость составила 65% после 47%, я подчёркиваю, это метастатический рак, и пятилетняя 45% после 41%. Увеличение медианной продолжительности жизни от 23 месяцев до 35 месяцев. И снижение относительного риска смерти составил 26%. Ну, здесь проведён подгруппового анализа, который мы неоднократно доказывали. Если есть единичные метастазы в кости, и это реминальные подтипы таких больных, мы считаем, что надо проводить хирургическое лечение, и медианная выживаемость 45 месяцев против 33 месяцев. При метастазах в лёгкие и печени показатели. Подгруппового анализа ответ на систему лечения первой или трёхлетней выжимания 77% против 54%, в два раза увеличивается пятилетняя выживаемость. Самое главное – это полнота резерции первичного чистота краев рака раны при даже метастатическом. Чистый край раны медианного выжимания составил 39% против 22 месяцев при Р1. И выводы такие. У больных подвержены палеотивные операции на первичном опухоле в метастатическом раке малой железы. Наиболее значимым фактором прогноза является количество отдалённых метастазов, понятный иммуногистохимический ответ, то есть по типу опухоли. Наибольший эффект хирургического подсобия на первичную опухоль при метастатической раке малой железы у больных с одиночными метастазами в мягкие ткани и кости с хорошим ответом на предоперационную системную терапию с возможностью достижения частоты краев рака. То есть мы не противопоставляем системное лечение и хирургическое лечение. Мы говорим о том, что дополняет хирургическое лечение. Удаление метастазов в печени и в лёгких при метастатическом раке малой железы увеличивают медиану выживаемости до 40-46 месяцев. Против 17-19 месяцев используют только системные терапии. При подборе пациентов важным критерием является репродуктивный воздух с эллиминальной ипотепией. И хочу подчеркнуть, что при множественном поражении печени и лёгких костей хирургическое лечение противопоказано. Никто не говорит, что хирургическим лечением мы можем излечивать пациентов с метастатическим раком малой железы. Благодарю за внимание. Продолжение следует...